Я глубоко убежден, что будущее Украины возможно только при проведении, как это ни печально, деукраинизации. Или, если хотите, рерусификации. Бывший министр образования Украины времен Януковича Дмитрий Табачник, который сейчас живет в России и поддерживает ракетные удары по своим бывшим согражданам и избирателям, на днях выступил в Москве на конференции под названием «Какая Украина нам нужна? Нам это в смысле России». На этой конференции бывший министр образования Украины заявил, что Россия должна захватить Украину, а затем провести деукраинизацию и русификацию. То есть, по факту, признал к этноциду собственного народа, народа, у которого долгое время был министром, был политиком и фактически призвал к насильственному превращению украинцев в россиян. Мы можем попытаться сконструировать, какой должна быть гуманитарная составляющая, образовательная, человеческая, психологическая. Я глубоко убежден, что будущее Украины возможно только при проведении, как это ни печально, деукраинизации. Или, если хотите, рерусификации тех земель, которые были насильственно гуманитарно оттолкнуты. Этот человек 4 года занимал пост министра образования и науки Украины. Человек, который фанатично ненавидит украинский народ, украинскую культуру, украинский язык, годами в Украине отвечал за науку и образование. В какой стране еще такое возможно? Вы можете представить себе поляка, который бы призвал проводить деполонизацию и русификацию Польши? Или министра в России, который призывал бы к дерусификации России? А в правительстве Януковича, Азарова, в партии регионов такой министр был. И когда я слышу, как кто-то говорит теперь, вот зачем был нужен тот Майдан, а вот если б не было тогда Майдана, было бы все нормально, так вот ответ, зачем он на самом деле был нужен. Потому что Янукович и его правительство по факту были оккупационной администрацией Украины, целью которой была деукраинизация, целью которой было уничтожение всего украинского. И у украинского народа просто не было другого выбора, кроме как выходить на Майдан и защищать себя от людей, которые теперь уже не скрывают, что планировали этноцид. Россия, поехали! Тогда вы помните, как они говорили, мы не пророссийские, мы за Украину, мы патриоты, мы просто против национализма, против Запада, но мы за Украину. Теперь же они уже совершенно перестали стесняться и уже не притворяются, что они за Украину, теперь они уже открыто говорят, мы за деукраинизацию Украины, то есть, по сути, за уничтожение всего украинского, за насильственное превращение украинцев в россиян, за то, чтобы принудить украинцев отказаться от своих корней, от своего языка и культуры. Обратите внимание, как они раньше говорили, деноцификация Украины, сейчас они уже даже не стесняются, что их цель никакая не деноцификация, а деукраинизация, то есть, борьба не с националистами, а уничтожение этноса, то есть, по факту, этническая чистка. И это, на самом деле, очень хорошо, что они перестали стесняться, потому что теперь всем, кто сомневается или не понимает, почему был нужен Майдан, почему он в 2014 году произошел, можно просто показывать вот это выступление Дмитрия Табачника, и все вопросы, я думаю, отпадут сами, потому что, ну, очевидно, да, что когда представители правительства говорят, что их цель деукраинизация Украины, то тут ясно, что у украинского народа просто нет другого выхода, кроме как выходить на улицы и защищать себя. То есть, Майдан был чистой самообороны, и понятно, что в любой стране поступили бы так же, ну, если бы там в Германии кто-то сказал из правительства, что его цель дегерманизация Германии, я думаю, понятно, что какая была бы реакция, и в любой стране реакция была бы такой. Поэтому, повторюсь, очень здорово, что Табачник сделал это признание, нам нужно сохранить его для истории. Собственно, я в этом блоге так и делаю, мой блог это архив вот таких вот признаний, различных заявлений, которые крайне важно не потерять, чтобы они сохранились для истории. Очень важно вот буквально эту его фразу печатать в учебниках истории, чтобы люди понимали, да, через 10, там, 20, 30 лет, почему произошел Майдан, какие причины к нему привели, и чтобы, ну, ни у кого уже не возникало никаких вопросов, там нужен был он, не нужен был он, чтобы все просто понимали, что это была вынужденная мера, украинцы были просто вынуждены выйти на улицы, потому что, ну, вы видите, какие планы реально вынашивало тогдашнее руководство страны. И крайне важно нам всем сейчас распространять вот эти заявления, до всех по максимуму доносить, поэтому помогайте это сделать, оставьте лайк или комментарий к этому видео, так оно получит больше охват, наберет больше просмотров, и обязательно подпишитесь на канал, это тоже очень важно. Субтитры создавал DimaTorzok